И для дальнейшего обсуждения ситуации на рынке жилищного строительства мы пригласили представителя еще одного крупного застройщика, соучредителя компании Людвиг Юрия Синеокова. Здравствуйте, Юрий Михайлович. Здравствуйте. Итак, как вы прокомментируете сложившуюся ситуацию на строительном рынке? Как бы мы ни говорили о том, что кризиса нет, видимо он все-таки есть. И поэтому, безусловно, если всем плохо, то и строительные отрасли плохо. Причем порой бывает так, что именно строительная отрасль, она, как и самых первых, бывает, чувствует это на себе, одной из самых первых. Но, к сожалению, так это получается. Это по опыту прошлого кризиса 2008 года, строительная отрасль одна из первых почувствовала на себе сложности рынка. Ну и в этот год. Ну, правда, в этот раз мы более подготовленные, ну, по крайней мере, большинство строительных компаний уже мы теперь знаем, что такое слово «кризис», и мы уже не так боимся, хотя сложно. Ну, наверняка все жители республики хотят знать, нужно ли еще ждать дальнейшего повышения стоимости квадратного метра? Или уже сейчас цены достигли своего предела? Нет, повышения, наверное, нет, не стоит ожидать, потому что... Понижения. Понижения. Очень сложно говорить о понижении, о повышении. Это такой вопрос, очень достаточно сложный. По опыту прошлого кризиса, некоторые строительные компании пошли по очень большому снижению, просто пытаясь как-то выжить, и начали сильно снижать цену. Если ниже себестоимости снижаешь, это очень опасно. И, по сути дела, одной компании не стало, другая компания, достаточно крупная, до сих пор пытается выйти из этой ситуации. Нельзя. Есть разумные пределы снижения, есть разумные пределы повышения. Даже в условиях кризиса надо всегда понимать, что понижение цены – это не всегда хорошо. Ну, а на примере вашей компании, какая у вас сейчас ценовая политика? Ну, мы как бы стараемся держать достаточно так средний сегмент цент. То есть, если цены у некоторых строительных компаний бывают и 46, и 48, у кого-то там, допустим, 44, то у нас средняя цена где-то, наверное, держится в пределах 40-42 тысяч квадратных метров. Что вы сейчас посоветуете тем, кто имеет деньги и хочет вложить деньги в недвижимость, хочет приобрести себе жилье? На что им сейчас обращать внимание? Ну, в первую очередь, надо, безусловно, обращать внимание на застройщика. И второе, каждый человек ищет тоже легко.